Поправки в Конституцию составлены. Голосование идет полным ходом. А знают ли новороссийцы, за что будут голосовать и как в общем относятся к данному процессу? Узнаем прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, вы за или против поправок? Мы за поправки. Мы очень любим Владимира Владимировича. Я против. Я не знаю, что вам ответить. Мы за, конечно, а как же? Это очень полезное все для нас, а почему бы и нет? Я за все хорошее, против всего плохого. Я против. Да нет, уже все решили, за нас все решили. Пойдете голосовать? Нет. А почему? Потому что у меня нет времени. Мы против. Я буду голосовать, но я буду против. А почему? Я против обнуления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ну потому что уже сколько по телевизору объяснят. Надо все менять, закреплять. Все это старо. Надо жить по-новому, вот и будем жить. Нужна новая власть, она просто необходима. Зачем голосовать, когда ее давным-давно приняли? Один человек просто зашел в книжный магазин и купил книжку с Конституции, а там уже были все в оправке. Даже до голосования. Там идет речь о том, что будет присвоен индивидуальный номер каждому человеку. Я против этих вещей. Это нарушение прав, свободы человека. Это первое. Второе. Я человек верующий, и это противоречит Писанию. А с текстом поправок знакомы? Да, конечно. Читали? Да, я не все читала. Упоминание Бога, это нам необходимо прям. Типа за это голосуешь, а за это нет. А так, когда разом все объединили, это как-то некрасиво получается. Там все жизненное. Другого лишнего нет. Какая поправка, самая важная, на ваш взгляд? Самая важная поправка, в связи с тем, что я пенсионерка, об индексации. Потом поправка о том, чтобы Путин опять избирался. Это номер два. Ну, остальные тоже хорошие все. А там вроде что-то с животными связано было. Вот за это я бы проголосовал. Чтобы чиновники были наши, а не заграничные. А обнуление президентских сроков, как к этому относитесь? Ну, честно говоря, ни за, ни против. То есть, мне без разницы. Я считаю, что это все уже у нас решили. То же самое, как и все остальное. Путин стремится к рекорду Сталина, наверное. Нормально. Никто же не гарантирует, что придет новый и будет лучше. Старого. Старый меня пока устраивает. В моем понимании, что касательно Путина, он не заслужил этого. Он мне не гарант. Мне кажется, хватит ему. Народ не верит ему просто. Надо отдыхать. Дуков воспитывать. Да, я же говорю, просто мы уже не верим ему. А вы за поправки в Конституцию или против них? Продолжение следует.